Всем привет! Девчонки, у нас сегодня расклад. Я думаю, будет интересный. Итак, тема. Три вопроса, на которые бы он хотел получить от вас ответ. На какие три вопроса он бы хотел получить ответ, что его интересует. А также спросим, зачем ему эти вопросы или ответы. Итак, три вопроса. Первый вопрос. Второй вопрос. И третий вопрос. Ну что, начинаем? Первый вопрос. Где деньги? Где деньги? Где деньги лежат? Ой, боже ж ты мой. Чего-то крутилось у меня в голове, думаю, ну вот сейчас как спросит какой-то. Нет, это вопроса времени. Ну вообще, вообще, это некая... Эти... Боже, какая скорбетка сейчас. Тяж, я сейчас. Ой, хорошо, посмотрим. Первый вопрос. На который бы он хотел получить ответ. Куда запрятать? Что положить? Что лучше? Всё-таки вопрос пентаклей. Мак. Что с деньгами всё-таки? Или как вы делаете деньги? Тоже может быть. Но сейчас как бы посмотрим. Да, денежный вопрос. Как вам всё это удаётся? Сколько времени? Тут вопрос денег. Тут вопрос денег. Да, это есть некая ценность. Тут вообще очень интересно всё. Потому что... Так. Зачем? Зачем ему этот вопрос? Может быть, что у вас с деньгами? Что у вас со временем? Что у вас с какой ценностью? Какого вы роду племени? Что у вас в сословиях? Какие у вас корни? Можно ли... Можно ли... Ну, тут... Смотрите. Деньги, состояние или материальность? Пока род выходит? Или в какое ваше материальное положение? Или как вы думаете дальше развивать, к примеру, ну, скорее всего, свой жизнь? Свою жизнь? Зачем ему этот вопрос? Восьмёрка кубков. Чтобы... Зачем ему этот вопрос? Чтобы двигаться, знать или не знать, как ему... Потому что не знает? Боже ж ты мой! Вот это... Вот это да! Сейчас! Так. Зачем ему нужен такой вопрос? Потому что он в неведении, как двигаться дальше, уходить, не уходить? Ну, вообще, вот такой прагматичный человек. Уходить, не уходить? Или как проявлять свою любовь? Или идти к вам со своим чувством? Но здесь что-то о чувствах не было ни слова. Так, зачем он добросает? Он тут некий якоря, вот так. Интересно ему это передвижение. Любовный вопрос. В принципе, тут, ну, как-то по душе ему, скорее всего, бы было именно то положение, по которым он... Влюблённый, интересно. Так, а ну-ка, давайте. Потому что здесь какая-то такая ситуация далее открывается. Если ты собрался уходить или решать вопросы какие-то такие, как... Как развитие рода, зачем тогда? Ну, может, если тут роду, племени или ещё как-то, зачем? Как вы, может быть, как вы относитесь или как вы смотрите, слушайте? Может быть, как вы смотрите на его состояние. Видите, здесь гном с этим, с пентаклем, а здесь девочка с пентаклем. Здесь он, в принципе, говорит, ну, колода, это таро эльфов. Чтобы получить эту ценность, эту ценность... В принципе, она здесь двоечка. Как бы ей надо много работать. Это всё равно карта ожидания. А ну-ка, подождите ещё чуть-чуть. Четвёрка пентаклей всё равно. Девятка кубка. Ну, слушайте, ну, вопрос всё равно материалки я никуда отсюда не уберу, потому что есть вопрос любви, трансформации, и всё равно четвёрка пентаклей. Он тут всё спрашивает и спрашивает колесо фортуны. Тут от материального положения его интересует, скорее всего, или ваше материальное положение, или как вы относитесь к вопросам материальности, или ценности финансов, скорее всего, как-то так. Как вы это всё сопоставляете? Ну, а если по-простому... Ну, потому что тут как будто бы... А для чего ему такие вопросы для развития в любви? Для союза, для развития в любви? Ой-ой-ой. Тут или что-то не заладилось в его... Что в его жизни, что у вас с деньгами? Ну, смотрите, первый... Я рассказываю по энергиям. Тут какая-то очень уже, знаете, серьёзный... Тут серьёзный ответ, серьёзные вопросы, серьёзный ответ для того, чтобы вы задумались именно, скорее всего, о ком вы спрашиваете, или какая у вас история. Потому что здесь история может быть разная. Если вы вдруг поссорились, или у вас была какая-то семейная, можно сказать, или близкая идиллия, то... Вот первый вопрос, где деньги? Тоже, как бы, обратите на это внимание, потому что... Очень сильно обратите на это внимание, потому что там какое-то крушение. Какое-то крушение. И ситуация такова, что как будто бы... Тут, в принципе, тут вопрос... Да нет, всё. Хватит. Тут вопрос о том, его интересует материальное положение. Какое это материальное положение, или как вы относитесь к материальному положению, или вообще есть оно, нет, родители, дети, какого рода, что... И вопрос в том, иметь ли отношение в будущем, или не иметь, или продолжать, или нет. Ну, вот такой не совсем приятный... Ну, или кому-то может быть приятный... Это с другой стороны. Ну, такой... Такой прагмат, может быть. Боже, что мой, что это? Ну, да, ну, я колоду взяла интересную, но тут же очень мало таких карт. Хорошо, сейчас посмотрим. Второй вопрос, на который бы он хотел от вас получить ответ. Ну, если по-простому... Ну, если по-простому... Боже ж ты мой, о здоровье психическом. Здоровы ли вы? Нету ли... Не было ли в этом... Вообще, вот подход. Я даже не знаю. Не было ли в вашем роду, скажем... Ну, боже, ну, в этой карте, ну, напрямую у Малишонных. К примеру. Вот этот человек. Насколько вы готовы, ещё может быть, насколько вы готовы, до какой... До какой... До какого уровня дойти, чтобы получить своё? Вот как-то так. Его бы тоже это интересовало. Способны ли вы, к примеру, на ревность, на... На убийство, на... Я не знаю, на какое-то такое... Боже, вот такие вопросы. Да, серьёзно оказалось. Какие бы вопросы... Не, любишь, не любишь, ждёшь, не ждёшь. Боже ж ты мой. Вот это да. Вот это я не ожидала. Ну, что вы... Вы действительно готовы ради своей любви и как вы поступите, как бы вы поступили в случае сложных обстоятельств, сложных обстоятельств вашей жизни? Смогли бы вы пойти на предательство или смогли бы простить предательство, к примеру? Ну, или какую-то измену или ещё как-то... Ушли бы вы, если бы вас поставить в... Ну, как бы... Вас поставить в тупик... Загнать в тупик, как бы вы действовали? Вот... А вообще, если бы... Боже ж ты мой, что это за... за такие... Насколько вы бы были готовы бороться за своих родных, близких, за любовь, или наоборот, отстаивать, или если... Вообще, тут какая-то такая ситуация... Вот это вопросики бы позадавал. Зачем ему такие вопросы? Ничего себе! А очень просто! Очень какой-то... Очень умный! Умный именно! Потому что ему надо знать ваши цели, ваше видение, ваше понимание жизни, ваши ценности в жизни и чем вы дорожите. Ну, то есть, прям знать вашу подноготную вообще, разобрать всё так, как должно, как бы вы действовали, как найти к вам подход или какой к вам лучше подход, подход к вам найти, к вашей любви, что ли, к вашему эмоциональному состоянию, ну, то есть, если вы эмоционируете или вопрос... или вопрос... на какую любовь или до какого уровня чувства вы готовы дойти или чем вы готовы пожертвовать в случае чего или не готовы ради любви, к примеру, но это как-то так у него... вот какая вы в любви, но не просто... а может вы сумасшедшая, ревнивая, к примеру, он бы хотел вот это выяснить, может вы его прибьёте за углом где-то своим посохом, как-то так, вот... но это всё именно для того, чтобы оценить именно жизненный путь, возможности жизненного пути. Тут как-то вот это мне не нравится, она и здесь повторяется. Это явная борьба и явное превосходство. И если вдруг... Это не очень хорошее. Это изучение. Это прямое изучение и направление человека по своему заданному курсу, именно его. То есть, чтобы всё... Тут какой-то монстр попался. Мы какого-то монстра рассматриваем сейчас. Прагматика. Потому что если ему... Вот если... Или когда ему бы надо, чтобы он знал, как наносить или куда наносить удары, в случае чего. Как-то он очень интересно путь собрался проделывать, открывать этот путь. Ого-го, как-то так. Ну ладно, третий вопрос. Даже теперь думаю. Хак, король кубков. Интересно. У него самого с мозгами всё в порядке. Любите ли вы его? Третий вопрос. Какие чувства вы испытываете к нему? Какие чувства вы испытываете к нему? Какой бы от хотел он император? Ну вот, любите ли вы его чувства к нему? Но это третий. Первые, видите, какие? Ну вот этот вообще сложнейший. Но это по пятёрке мечей может быть, насколько вы вообще понимаете, насколько вы, до какого уровня вы, я не знаю, ревнивый, сногсшибательный, убийственный, или ещё как-то так. Ну, говорю, вообще. А тут, ну, хотели бы вы видеть его своим мужем, к примеру, или ещё, на какой ответ? Или вопрос, ну, здесь как бы любимый человек, к примеру, и муж. Колесо фортуны. Как вы смотрите в будущее? Потому что он сам не знает, он как-то смотрит, но сам не знает, как в это будущее смотреть. Какие бы вопросы он задал. пройдём. Пойдём. Я на ряду. Я на ряду. Я на ряду. боже ж ты мой а через что он тогда прошел так это надо что ли вам написать что-то чтобы потому что с вначале это жесть полная но это жесть у него четко выходит из того состояния в котором он когда-то пребывал и дверь куда он закрыл вообще закрыл он вышел в одиночество и скорее всего даже себе пообещал что он больше никогда любить не будет или чувства не хочет испытать а тут как бы судьба скорее всего как я понимаю ему подбросила вот такую жизненную конфликтную ситуацию в которой о ему пришлось решать этот вопрос скорее всего в этой ситуации в той прошлой какой-то ситуации в куда он закрыл дверь этот человек был как это то ли он полюбил то ли он может быть и мужем был может быть но он скорее всего отдал все прям все вот прям душу вытянул и пол боже мультик надо я я в очередной раз говорю а таком мультик и regarder как о как он он душу вынул и принципе хотел строить жизнь но скорее всего именно там смотрите то ли он там как это споткнулся элли стрлута он не только споткнулся там он скорее всего вообще потерял умер и скорее как бы сам возродил себя к жизни там была только одна ценность или в его статусе или в его деньгах или в его возможностях и там было ну как бы вот такое виденье вот такое видение а и скорее всего скорее всего что очень там или родня какая-то нес больная на голову какая-то была или но какое-то нездоровая может быть даже вопросы потомства или еще что-то поэтому такие вопросы не заберете скорее не не интересуетесь ли вы его деньгами его возможности что за родня куда ну есть если вдруг то какие вложения также насколько здесь таки вот это да а я а я то так и сразу прошу прощения потому что первые первые такие две карты они совершенно как-то ну скажем не вписываются в наши расклады как какой-то мальчик думаю залетные что ли но уход него в не выставляю видео ну то есть потому что ну как-то совсем совсем это самое а выходит просто открытие именно такого вот такого такого вопроса вот в такой ситуации он скорее всего побывал и он прошел исцеление прошел исцеление тут очень сильно тут его были я не знаю как тут чуть ли тут могли предать понимаете вот как убить его душу его любовь но чуть ли не собственные дети тут тоже такая ситуация может проходить ну или очень болезненная вот очень болезненная говорю когда человек как с не то что с открытой душой а все положил к ногам то ли как на алтарь своей любви своей женщины он считал ее скорее всего ну как бы не то что своей женой а своей единственной женщина была материально настроена и говорю тут 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 прямая карта не очень хорошего потому что это ну как бы по оракульная колода вот и вот это его третий вопрос его интересует он бы хотел получить ответ насколько бы вы ну как бы вы видите ценность ценность именно в нахождении вот эти карты вот это меня уже начала как бы дала мне возможность задуматься а как пошло дальше я уже поняла в чем суть да и принципе вот эта карта тоже белая как бы начала уже приоткрывать более двери насколько вы хотите или ищите одну как бы ту любовь которая одна единственная ну как-то у него здесь предостережений море море океан ну как-то он исцеление может быть прошел даже физически и даже мог обращаться к кому-то реально за помощью его просто-напросто ну грубо говоря бросили в жертву это было связано с женщиной его обобрать с его женой его сбросили с высоты может быть была некая ну как бы это предательство очень близких но говорю как жены он считал эту женщину ну ну не считал самая самая близко там если он занимал какое-то положение к примеру любое даже ну или статус потому что здесь император уже больно говорить или ну подстава понимаете папа по всем пунктам по роста по всем пунктам фу и вот но обобрали обокрали ничего не оставили вот как-то так король мечей он вышел в развод десятка мечей полностью он и это было принесено в жертву счастья вот вот в чем вот почему луна луна и солнце вот и звезды звезда три аркана он шел навстречу я не знаю любви счастья жена которая родила скорее всего родила он ради этой женщины делал вообще ну немыслимые подвиги или ну как-то готов был ну что то такое но грубо говоря он он отдал в принципе судя по всему прям все он у на после этого исцеления но его возвращали к жизни его душу вот здесь его душу просто возвращали к жизни и плюс тут вопросы будут бумеранга мак зачем показали именно могли же обратную показать как то так так интереснее оказывается выходить на на истину да здесь девятка а вот там вот там я смотрела вот она где она вот десятка ладно давайте еще то что прям сбросили его силу применяли и карты которые говорят вот сбросили с постамента но в любом случае они это повторяется и причем силовым таким а он занимал что-то ну как то какое-то положение говорю он не не что-то имел владел ну как-то так ну что-то хорошо а еще а вот этот вопрос зачем ну ладно зачем все равно уже там как бы были и наброски на дальнейший жизненный путь а вот эти зачем все-таки 3 любви любите ли вы уже так по традиции назовем это пусть отвечает зачем тебе ответ на этот вопрос не кужая слов сравнение сравнение что вам важно жизненная энергия движения или ну как бы движение дорога по жизни или вот эти золотые монеты гульдены или тому подобные действия какие-то зачем вот эта карта меня напрягала она постоянно она в трех вопросов вышла я ее сначала я ее сказала чтобы нанести удар знать как предупредить но в принципе она здесь может быть потому что ему надо знать об этом вопросе а вы знаете здесь по более чем потому что он не верит он сам он как бы смотрит на эту ценность смотрите это как ловушка ну он и он это видит как ловушкой что ли жизненного процесса он хотел он искал когда это было я не знаю может быть молодости может быть ну как-то ну кто уже и из какого пространства времени смотрят знаете он оказался неудел и он перестал верить он перестал верить в такую в такую историю он перестал верить что ну вот смотрите он императрица здесь не показал только там была как подтверждение это женщина которую он так видел ну как бы в прошлом а он себя императором как бы он понимает что моя женская энергия к примеру ой женская боже я сказал ну я так что моя его мужская энергия и так стоп очень сложный этот парень он уверен что все женщины идут за деньгами поэтому он проверяет в принципе эту ситуацию здесь проверки могли бы эти действительно он копошиться в этом состоянии тоже как бы разбирается потому что он не готов или готов но он не готов скорее всего впускать очень близко в положение ну как бы императора императрицы вот так по душе соединиться в клинч такое войти понимаете на какой то и если его захотят обмануть чтобы все козыри были у него на руках чтобы в случае чего безболезненно отсечь и на будущее оказаться ну потому что жизнь и жизнь и он как будто бы вот это предостережение для себя чтобы не оказываться больше в такой ситуации потому что ну как в его прошлой ситуации потому что она такая была потому что он не верит в любовь он не верит чистоту он не верит чистоту души не верит это как испытание как дьявольские оморочки он понимает что вот по его по его смыслу что любую душу чистую вот вот какими такими желаниями можно окрутить и можно сделать то что не верит он бы хотел вас а он не верит но он глубоко в душе он желает воскресить все таки желает воскресить вот это ощущение внутри него которое дает вот с которым он скажем пришел в этот мир или которые он хотел вот это семья мама папа и ребенок ну ну как то так вот эта общность вот эта общность она есть она есть у него но это как бы путь хотеть так бы он хотел но он почему-то думает что это ну как не воскрешаем а вот что его он слишком много видел или слишком много знает пагубности вообще ну чтобы не сказать похуже чтобы верить в чистоту все грязь вот протяни протяни желаемое и человек как бы продает душу ну то есть вот особенно вот в его понимание женщина вот такая ситуация а сам то он готов вообще а сам я не знаю как он там пошел но он мог не гнушался наверное разными и не знаю он после вот такой после вот такого это будет его испытание это будет его испытание да потому что он прошел очень какой-то тяжелый урок прошел но именно на чистоту как я всегда говорю чем выше ты поднимаешься тем тоньше испытания и по-моему он он не заметил своего проляпа как-то так потому что тут карты говорят о том что он мог мог ну как бы не кнушался он нравилась женщина и нравилось он себе не заморачивался занята она не занята я хочу это место я там буду к примеру ну то есть любыми способами не думая о том да любыми способами не думая о том и что все таки правильно здесь ценник пошел здесь все таки правильно здесь пошел ценник он прошел извлечение он прошел ну как бы облегчение он видел свет он знал как как надо но почему-то его все равно утаскивала потому что боль потому что мечта не исполнилась потому что он пришел с чувством смотрите здесь человек мог идти ну как бы тут вот женщины очень часто говорят да и в принципе да и принципе мужчины вот тут тот человек который приходит когда он с детства чувствовал свое родное и близкое что у него должна быть семья у него должна быть жена дети семья вот раз и на всю же вот мое близкое родное спайка склейка а вышло так что он попал какой-то жизненный урок жизненный урок может быть отработки и вся семья ну как бы он остался на развалинах действительно на развалинах вот такой ну как бы мечты видите здесь такая светлая с радугой карта здесь вообще черная что ли он растет начал вот 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 нет он подумал что он что он как это ошибся он принял и просто за ошибку свои свою предыдущую как бы жизнь и просто чтобы идти в чистоте дальше вот когда его подняли он каким-то образом перешел все таки но не увидел не увидел момента когда где он ошибся в восприятии но потому что слишком была большая боль слишком большая еще этот вопрос того что его не просто ранили было еще но его убили по сути были ощущения что но это уже не жизнь и вот как то так и он вошел в циника ну это его просто он остался вообще нигде нищем никак шанс на который он рассчитывал он не верит перерождение тут что-то еще на детях завязано очень сильно на детях то ли дети его еще как как убивают то ли нет он постоянно ждет подвоха постоянно начеку он постоянно ждет подвоха а еще что можем может таки быть может таки быть он мог угле увлечься он мог увлечься то ли практиками то ли наблюдениями какими-то ну как-то так зачем ему это надо было чтобы понять осознать в чем причина чем причина вот этого силового такого воздействия когда когда он потерял вот это все ну как-то чтобы войти опять свою силу и он скорее всего эту силу вошел здесь уже два короля пошли он уже пошел вошел в эту силу но больше никого не допускает как бы в он ушел грубо говоря даже как из социума вообще все покинул ушел в другую дорогу как бы ушел дабы опять не оказаться в таких сложных ситуациях просто-напросто но как-то очень сложно он не верит вообще он перестал все тут уже подтверждает он перестал и верить в искреннюю но как бы ну как в любовь реально вот как бы он поверил что ли в грязь именно в грязь а не в истинную ну как бы как-то так здесь есть ожидания какого-то как возвращения и вот там возвращение куда-то и и там его ждет его истинная любовь ну то есть как-то так но не тут а еще он может ждать реально как бумеранга ну или смотрел ждал ему как-то так из тюлени и пространство чем за некое принуждение за то что он испытал чтобы человек оказался сам ну то есть вот всю ту ситуацию в которой он был чтобы человек испытался а он чтобы увидел но как бы некую торжество победы вот он он как будто бы сражался именно смотрите этот человек сражался фу он энергию вместо того чтобы перенастраивать свои я не знаю процессора он всех пропускает через вот это сито и он смотрит нужно ли вам вот это вот это как вы на это реагируете как вот потому что у него вот этот болезненный процесс но при этом скорее всего не знаю мстит ли он там напрямую там где вот ему вот сделали такую бяку но он наблюдает там наблюдает по сути процессы обратки не знаю туда уже не лезут а мне это самое хочу но обратки вот что его там принуждали и при этом он просто-напросто теряет чистоту полную чистоту он 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 со своей женщин вот сейчас сейчас он как это встретился соединился как бы со своей женщиной действительно но он не видит истинности процесса он принимает опять это за двойку то есть за другой опять вот эти какие-то бумеранги отсылания все тоже все тоже он думает о том ну как бы просто на это смотрит хотя по этим картам женщина ему нравится ну как бы женщина ему нравится и что-то он очень что-то он чувствует но очень глубоко закрыл прям закрыл свои свои двери очень глубоко тут как бы нулевой будет обнуление совершенное перерождение иначе иначе просто никак иначе просто никак потому что он тут тут просто невероятно он наблюдает эту он наблюдает ситуацию обратки вот вот той болезненной еще раз говорю не знаю приложил ли он туда руку или нет до обратки до обратки это не разбираю но в тот же момент пока он смотрит в ту степь он упускает вопрос ну как бы потому что не сосредотачивается он упускает вопрос истинной любви а это для него в принципе ну своеобразным таким все таки испытанием на прочность или уроком да вот такая сложная тяжелейшая жизненная проблема которая была у него я не знаю возможно вопрос доверия возможно что-то еще какого-то я не знаю не могу сказать так стоп он не просто так получил естественно там кармический откат все таки он не просто так получил потому что скорее всего в каком-то в каком-то он занимал это место он занимал не свои места места и наслаждался 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 пребыванием на своем цар царственном троне не имея к нему никакого отношения то есть грубо говоря грабя или как-то так ну вот какие то такие но это скорее всего может быть даже не знаю может что-то из прошлых жизней даже какая-то такая если кармическая поэтому он пошу попал в такой замес ну или что-то было с этой женщиной связано с его энергия он пришел понимая что он может ну как бы чувствуя свое родное и близкое но при этом ему пришлось пройти до это перерождение и восстановление и наказание потому что это еще карта наказания здесь как-то так не знаю что тут вообще ну это просто ладно все хватит задумала как простой быстрый расклад реально быстрый ну а теперь подумаю где мне на каком из канала мне его ну как бы выставить вот даже назвали над названием надо думать все спасибо вам давно я не брала эту колоду как-то так давно не брала она очень разговорчиво очень умеет рассказывать разные истории когда-то даже просили на жизненных историях чтобы я именно на этой колоде делала расклады все спасибо вам и до новых встреч пока пока